Всем доброе утро! Начинаю по традиции записывать свой влог с понедельника. Сегодня понедельник. Косметологу Ильнаре убирать носогубную складку. В общем, эта складка у нас генетическая, по женской линии у всех. Причем она с каждым годом еще больше и больше образовывается. Сейчас ее не так уж слишком видно, но небольшие морщинки уже начинают появляться здесь. И глубина складки еще больше и больше образовывается. Я это замечаю с каждым годом, и мне это вообще не нравится. Крови я вам показывала, мне очень нравится, корочка сошла. Есть небольшие нюансы, да, ну это все поправимо, на коррекции все поправлю. Девчонки, я только что вышла от Ильнары, и эффект потрясающий. Я там все снимала, и обязательно посмотрите это видео, потому что оно получилось очень крутое. И вы увидите обалденный результат, который был до и после. Ильнара ответила на многие ваши вопросы. Очень крутое видео, поэтому дождитесь. Видео с Ильнарой я, скорее всего, выгружу в понедельник, потому что я буду его детактировать. Это долгий процесс. Всем доброе утро. Я в ванной. Вообще не собираюсь на самом... Вы видели мой зад? Я беру камеру с собой, хочу поснимать все для вас. Дело в том, что я еду к стоматологу. Я вам рассказывала, что я хожу к стоматологу, вернее, начинаю ходить. Дело в том, что у меня неправильный прикус, и мне нужно его исправлять. Чтобы исправить мой неправильный прикус, мне нужно либо носить брекеты, либо капы. Конечно, я больше слоняюсь капом, потому что капы, они прозрачные, их не видно на зубах. Но только если присматриваться, в принципе, если я буду с вами общаться в капах, вы даже не заметите, что я буду в капах. Из-за того, что у меня неправильный прикус, у меня даже второй подбородок образовывается. И даже вчера Эльнара сказала, что из-за того, что у меня неправильный прикус, у меня идет асимметрия лица со временем. Что у меня вот эта часть немного стала опускаться. Это получше. Здесь там что-то не то, там не то. И, конечно, это все взаимосвязано. А вечером после ортодонта в 6 часов меня пригласили на дегустацию летнего весеннего меню в грузинском ресторане. Хочу познакомить вас со своим ортодонтом, Рузиевым Раухатом. Всем привет. Он надевает перчатки, и сейчас будет меня мучить. Нет, на самом деле он будет делать мне слепки зубов. Все правильно. Да. Вот. Теперь туда будет заливаться гипс в специальной форме. Он придастся. Но когда затвердеет, вот этот слепок мы снимем, и получим отпечатки ваших зубов. Вышла я от ортодонта. В общем, я решила ставить К по себе. Инвизилайн. Сегодня мы сделали снимки, и на снимках показалось, что у меня есть дырочки в зубах. Нужно сначала зубы вылечить. Когда мы уже полечим мои зубы, тогда можно делать слепки окончательные. И заказывать уже из Америки капы. Инвизилайновские. Вот. Знаете, что самое странное? Мне только что позвонили какие-то парни и сказали, что хотят доставить мне цветы. Я вот сижу и думаю, откуда у них мой номер? И, ну, я, слава богу, нахожусь в таком людном месте. Я договорилась. Ну, говорю, ладно, приезжайте. Хотите сюда, приезжайте. Я не знаю, может, меня сейчас убьют. Та-дам! Вот и доставили мне цветы. Это правда. Никто меня не убил от Мэйбелли. Но все равно я задаюсь вопросом, откуда у них мой номер. Все как-то странно. То кто-то вычисляет, где я живу. То знают мои номера. Меня это уже начинает напрягать, если честно. Может, я сама дала кому-нибудь. Не знаю. Ну, красивый очень букет. Такой весенний. Время они меня подняли, конечно. Чуть базарить, да я же девушка все-таки. Приехала я в ресторан Дориджани. И здесь никого нет. Я одна сейчас. Всех жду. Ну, я немного пораньше приехала. Но все равно вообще никого нет. И причем они забронировали стол на 18 человек для прессы. В общем, я уже СМИ. Вот, заказала я себе мясо по-мигрельски. Здесь в ореховом соусе и в томатном. Баранина или говядина? По-моему, говядина. Да. Говядина. Вот с таким хлебом приносят. Всем домашний привет. Я дома умылась, переоделась, сняла свои каблуки. Я чувствую себя очень хорошо. Резко мне захотелось спать. Потому что мы объелись. Мы просто обожрались даже, знаете. Когда проходят такие дегустации, еды очень-очень много на столах. Еще предлагаю заказать что-либо из меню. А еще я первый раз в жизни хинкали попробовала. Вот я была от них без ума. Я люблю манты, да, очень сильные наши. Но мне кажется, хинкали вкуснее. Я не доела реально. Своё горячее там не смогла доесть. Я забрала с собой его домой. И у меня муж с радостью его съел. Мы всегда так делаем. Мы никогда не оставляем еду. Мы всегда забираем ее с собой дома. Доедаем потом на следующий день. На самом деле этому научил меня мой муж. Потому что я раньше была такой... Не знаю, как назвать себя свинья, что ли. Я была один раз в Египте. И там же все включено. Там как и в Турции, например. Там ты берешь поднос, тарелки. И берешь все, что тебе угодно, да. Из еды, завтрак, обед, ужин. И я вела себя по-свински. Я набирала прям огромные тарелки всего себе. Сидела. Ничего, соответственно, я не доедала. Я пробовала там, там, там. Клювала. Оставляла все на столе и уходила. Потом, когда я вышла замуж, меня муж этому отучил. А еще он мне предложил очень-очень крутой стилист изменить цвет моих волос опять. И я говорю, ну ладно, что ты мне можешь предложить? Он говорит, вот этот вариант. Показал мне в интернете примерную работу и мне понравилось. Две или три недели прошло после того, как я покрасила волосы, да. И многие пишут, ну как, ну как твой муж? Привык, не привык, что вообще происходит? Я хочу сказать, что он реально привык. Он перестал мне говорить, смотреть на меня вот так вот. Он бывало так смотрит. Знаете, как он говорил поначалу, как он видит мой цвет волос? Как будто бы я кошка, которая повалялась в пыли. Вот есть же кошки, они вот так валяются. А потом встают вот такие пыльные. Он говорит, вот у тебя точно такой же цвет волос. Теперь он мне вообще ничего не говорит. И не говорит, чтобы я перекрасилась. А еще я ему сказала, что это все можно убрать, если я захочу. Он спросил, как, если ты уже обесцветила. Я сказала, ты просто, говорю, не шаришь ни в чем. Я, говорю, сама разберусь, как это все убрать. Если я захочу, я спокойно могу вернуть свой цвет. И, типа, ты не переживай. Может, он после этих слов успокоился, я не знаю. Ну, в общем, сейчас он мне вообще ничего не говорит. Уже сколько времени прошло. Ну, я даже думаю, может, ему тоже начало нравиться. Хочу выразить благодарность тем девчонкам, мальчишкам, которые всегда со мной, которые поддерживают меня, которые пишут комментарии. Потому что мне, на самом деле, важно получать отдачу от вас. Мне очень приятно понимать, что вы смотрите мои видео, что вам что-то непонятно или понятно, или у вас есть какое-то свое мнение по тому или по иному поводу. Мне приятно, что вы комментируете, мне приятно, что вы высказываете свое мнение, поддерживаете меня. Да, мне поддерживаете, но все это конструктивно. Я уважаю таких людей, обожаю вас просто, люблю вас. Я не знаю, как бы я жила бы без канала. Это стало частью моей жизни. И честно-честно, вы меняете меня к лучшему. И мне кажется, что я вас меняю. Я чувствую это. Поэтому я кайфую от того, что я делаю, вот на самом деле. А что касается троллей или людей, которые, знаете, я все всегда терплю. И конструктивную критику я спокойно переношу. Если там пишут, знаешь, Женя, вот. А мне кажется, что это тебе не идет. Или, знаешь, Женя, я считаю, что ты не права. Ну, если вот так примерно людям выражается, это, конечно, кайф, да. Ну а если человек выражается фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу мне моя не напишет «фу». И даже человек, с которым я там особо не общаюсь, но которого я знаю, тоже не напишет никогда мне «фу». Только какая-нибудь недалёкая девушка может так написать. На самом деле я считаю, что это так. Поэтому всех тех, кто пишет мне «фу», «бе», «мерзость», «дура» и так далее, этих людей я отправляю в бан, я их блокирую, и они не могут за мной следить, если это Инстаграм, а если это канал, они не могут мне просто писать сообщения. Поэтому будьте тактичней, что ли, с людьми, и нормально, учитесь выражаться, люди. Появилась недавно девочка ВКонтакте, главное, она у меня в друзьях, я посмотрела, и она мне начала писать под каждой фотографией, причём по 5-7 сообщений, что какая я ТП, дура. И ты знаешь, там такие были маты, прям вообще жёсткие. И причём она копировала свои сообщения, вставляла по 5-7 раз. И при этом она не убралась у меня из друзей, она осталась. Я когда пришла к ней посмотреть, думаю, ну кто это такая? Ну, конечно, я понимаю, что она хотела обратить на себя внимание, что это подросток, да, конечно. Конечно, к таким людям я не испытываю ненависти, я просто их жалею, мне их жалко, на самом деле. Это просто девочка, которой не хватает внимания, которой, я не знаю, что там у неё происходит в голове, она ещё маленькая. Я посмотрела, действительно, молодая девчонка из моей страны, со страны, ещё и у меня в друзьях. Причём она пишет мне гадости, но при этом она из друзей не удаляется. Я взяла её, просто удалила и заблокировала. Ну, вот таких людей я блокирую. Всем спасибо за просмотр, пока-пока!